Татарстан в цифрах Ипотеки станут брать меньше, а вот строить не перестанут Как будет выживать строительный рынок республики и что будет с нашим капремонтом Где-то какие-то новые строки заморозят, мы этот год еще вытянем Более, наверное, отразится на 23-м году Мартовский гололед травмирует татарстанцев Как сегодня обрабатываются улицы республики и почему люди продолжают падать Болевые ощущения? Очень Ковид еще существует, но скоро превратится в ОРВИ Как обстоит ситуация с эпид-обстановкой в Татарстане И почему в этом году был рекорд по гриппу? Это внушает определенные опасения в случае осложнения Цены пошли наверх, причем порой без всякого на то обоснования Практически все категории товаров, которые пока не вошли под санкции Начинают постепенно возрастать в стоимости И особо заметно это, конечно, по продуктам По данным Татарстанстата, они выросли в цене до 2,5% Но это только за неделю В целом же, по оценкам самих покупателей, цены скакнули существенно и даже в несколько раз Именно поэтому в Татарстане со спекулянтами уже началась настоящая борьба Чтобы избежать роста цены дефицита продуктов, крупнейшие ритейлеры ограничивают продажу в одни руки социально значимых продуктов В первую очередь сахара и муки, не больше 10 килограммов на человека В списке на возможные лимиты также крупы, подсолнечное масло, соль Афиг ее знает, нужны они или нет Взяли и идем Испугавшись, что полки магазинов, как во времена перестройки, опустеют за один день Люди отправились в гипермаркеты закупаться базовыми продуктами Для домашнего запаса приобретали в основном крупы, сахар и консервы Причину такого ажиотажа никто объяснить не смог Я беру гречки много себе, рису мне много не надо, я его на одну пачку только взяла Его на всю жизнь не накопишь, вот купила себе и маме Все, по 2 килограмма Полный набор набрал пока, то, что мне это нужно, хватает в принципе все Да я продаю этот набор с полтавня, вон, вот здесь сахар есть Сахар сколько хочешь Чтобы не только сахарный песок, но и другие базовые продукты постоянно были на полках магазинов Минпромторг рекомендовал торговым сетям самостоятельно ввести лимиты На соль, муку, яйца, хлеб, мясо и молоко Кроме этого, Ашана вместе с ним и Магнит уже ограничили свои наценки на продукты на уровне 5% Такие меры должны сдержать неконтролируемый рост цен В первую очередь данные действия направлены на ограничение покупки перекупщиками в крупных торговых сетях Которые участвуют в договоре об ограничении наценки на социально значимые продукты На сегодняшний день в этом договоре участвуют только крупные торговые сети И, соответственно, перекупщики имеют возможность, покупая с минимальными наценками товары, продавать уже в своих магазинах с более высокими наценками Как раз поэтому и вводятся лимиты, на которые уже готовы пойти многие торговые сети Где-то соль выдают по три пачки в одни руки, где-то масло, не более 10 бутылей за раз Ровно поэтому в Татарстане даже организовали оперштаб, который будет пристально следить за наличием продовольственных и бытовых товаров, а также ценами на них В Татарстане создана специальная рабочая группа сотрудники Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы начали пристально наблюдать за магазинами Сегодня выяснилось, запасов на складах хватит еще надолго Главная цель опергруппы удостовериться, что продукты питания и непродовольственные товары в наличии Хочу заверить, что продовольствие все имеется в наличии То есть действительно в некоторых магазинах бывают перебои, связанные с тем, что из-за ажиотажного спроса товар быстро заканчивается В то же время с такой же оперативностью он доставляется с распределительных центров уже непосредственно в сами магазины Нас больше беспокоило, что на распределительных центрах нет товаров Но на сегодняшний день мы можем, и вы тоже видите, что все товары в наличии Если же покупатели видят в каком-то из магазинов пустые полки, то это лишь вопрос логистики Значит, товар просто не успевают разложить или подвезти Но дефицитом в республике пока и не пахнет Так комментируют ситуацию в фаз республики А с бытовыми товарами все еще проще По оценкам специалистов Минпромторга, запасов в республике хватит минимум на год Причем многие из них, кстати, вообще производятся у нас в Татарстане Импортные составляющие действительно есть Но тем не менее федеральным министерством сейчас в том числе разрабатываются программы Которые помогут нашим предприятиям адаптироваться в текущей ситуации Прибавилась работа и у федеральной этимонопольной службы Жители Казани направили несколько десятков писем с жалобами на завышение цен Все они были отработаны Неделю назад у нас был штаб Мы полностью смотрели все остатки Остатков было очень много И на распределительных центрах, и в магазинах Вместо тонны покупаются 10 тонн Естественно, из распределительных центров просто не успевают подвозить продукцию Всего же, как сообщили ведомства, в Татарстане уже зафиксировано 16 жалоб на рост цен При этом максимальное количество возмущений пришлось на мартовские праздники Поступило 10 звонков Кроме роста цен на социальные продукты питания Жители республики беспокоят и отсутствие некоторых товаров на магазинных полках И работа с населением по сбору информации продолжается Звонить можно по телефону 238-30-59, код Казани 843 И пока одни закупались гречкой, мукой и подсолнечным маслом Другие татарстанцы поспешили в сети быстрого питания Которые на этой неделе заявили о своем временном прекращении работать Одна из самых популярных сетей вообще останавливает работу 850 своих ресторанов в стране 27 из которых в Казани Рискуя остаться без весомой доли прибыли А именно 50 миллионов долларов в месяц Пока работают в штатном режиме На состоянии у сотрудников, что называется, на чемоданах Они уверены, распоряжения закрытия поступят со дня на день Однако далеко не все казанцы будут скучать по американскому фастфуду Кто-то даже наоборот этой новости обрадовался Ну вообще я каждый день здесь завтракаю Вот поэтому, наверное, сложно Я очень Макдональдс люблю И мы очень много здесь в воскресенье выходных проводим с друзьями, встречи И, наверное, если Макдональдс не станет, мы будем дома Нам все равно Пироги пеку, пельмени делаю После пар мы часто туда заходим Но мы можем найти другие заведения Итого 62 тысячи сотрудников сети останутся временно без работы Но компания уже пообещала, что продолжит платить зарплату Представляете, какие-то убытки Содержать целую армию рабочих При этом не получать привычной выгоды Вместе с Макдональдс инвестирование своих ресторанов Прекратила и американская компания Ям Владеющая брендами Pizza Hut и KFC Всю прибыль от операций в России они планируют пожертвовать благотворительным фондом Компания Ям приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России Пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты Но, кстати, даже в такое непростое время Предприимчивые россияне нашли таки лазейку заработать В интернете стали появляться объявления о продаже блюд из ресторанов быстрого питания Например, вишневый пирожок и бургер Предлагается купить за 2,5 тысячи рублей Креветки теперь продают за 2 тысячи Но есть и совсем обнаглевшие торговцы Готовые расстаться с одним только пирожком за 3,5 тысячи рублей Но вернемся к теме повышения цен на самые обычные бытовые товары Особенно больно оно ударило, не поверите, по новорожденным Чье детское питание в основном зарубежного производства Подорожало сразу в полтора, а то и два раза По оценкам самих молодых мам, разумеется Кроме того, за неделю серьезно подорожали подгузники и товары первой необходимости для детей Смотрите сами Это текущие цены на товары для детей на разных платформах продаж Так вот, по словам родителей, то, что раньше стоило тысячу рублей Теперь продают за полторы и более На самом деле, это вот такая проблема Мамочки с полутора лет до трех лет Как они должны жить Поэтому я понимаю сейчас молодых девчонок Которые не хотят заводить детей Потому что на самом деле Это мы по старинке Я уже в советское время выросла Мы привыкли Выживать в любых условиях Вы тоже заметили, да, что памперсы дорогие? А, да уж На тысячу рублей, да? На тысячу двести туда же планируют А это уже детский мир, где ФАС обнаружил отдельные товары с изменением цены в 300% Ситуация коснулась детской одежды и обуви Которая закупалась задолго до того, как валютные курсы начали расти по отношению к рублю А по всему очевидно, что не могли влиять на себестоимость Кроме этого, изменились цены на детское питание Распространенные сухие молочные смеси На все сейчас идет, да, повышение на все идет На игрушки, на смеси Поставку запрещают Только у нас что есть на складе Все, повышение идет с Москвы И антимонопольщики уже заинтересовались повышением цен на детские товары Они запросили у продавцов динамику отпускных и закупочных цен на детское питание подвозники в текущем году Но что еще более смешно, так то, что санкции коснулись не только людей, но и животных Кошки отныне не смогут принимать участие в выставках Международной федерации кошек ФИФ С 1 марта по 31 мая Более того, временно запрещено и регистрировать питомцев в родословных книгах за рубежом Эта порода называется манчкин Это кошки на коротких ножках Их называют в простонародье кошка такса Без наших кошек международные выставки станут явно неинтересными Говорят те, кто до недавнего времени подлинность окраса и стандарта редких пород Отстаивал на известных мировых конкурсных площадках Оказалось, что таких владельцев здесь немало Около 70 лучших заводчиков из Татарстана и соседних регионов Показали своих питомцев на выставке, чтобы определить среди них 6 победителей Для того, чтобы закрыть титул чемпиона мира Нам пришлось поездить достаточно много по разным странам Мы были в Болгарии, Белоруссии Были на всемирных выставках Ну и практически объездили, наверное, всю Россию Ждем, когда все это закончится, мир образумится и все вернется в нормальное состояние Как считают члены жюри, большинство кошек наших владельцев По тем или иным причинам все равно не принимали бы до конца нынешней весны Участие в международных конкурсах Поэтому большой проблемы для выставочной работы они не видят К тому же есть международные организации, которые о запретных мерах пока не объявляли Международные выставки в России не отменены В том числе для фифовских кошек И они наложили ограничения на документы Но опять же в одной федерации А у кошек их несколько Но куда больше владельцев питомцев сейчас беспокоят вовсе не пустые санкции В отношении их любимцев, а их питания Ведь большая часть кормов производится за рубежом И некоторые марки уже подорожали по оценкам заводчиков на 30% Растут цены и на отечественные корма В состав которых входят иностранные составляющие Будет ли решаться эта проблема Или на фоне остальных так и останется незамеченной Покажет время Коснулись санкции и более весомых отраслей Например, строительство Субботы татарстанские застройщики прекратили продажи квартир в домах Стройка которых еще не начата Это связано с подорожанием стройматериалов Повышением ключевой ставки Центробанка до 20% И кредитами, которые стали почти в два раза дороже Судите сами Если застройщики займут деньги в банке сейчас Цена квартиры для покупателей сильно увеличится И это одна из главных причин, по которой в Татарстане решили временно приостановить продажи в домах Строительство которых пока не начато Тем, кто только собрался покупать, либо продавать Я бы рекомендовал неделю подождать То есть в неделю в любом случае будет понятно, куда пойдет рынок Потому что сейчас абсолютно непонятно Вверх пойдет, вниз пойдет Какая ситуация будет Потому что есть триггер, который тащит цену вниз Есть триггер, который тащит цену вверх Сейчас в республике для новостроек действует механизм эскроу-счетов Раньше покупатель платил застройщику А тот, в свою очередь, использовал эти же деньги для строительства дома В данный момент при покупке деньги перемещаются на специальный эскроу-счет Застройщик не может использовать эти деньги, пока не сдаст дом заказчику Следовательно, компании вынуждены занимать деньги в банке, чтобы вести работы Что касается вторичного рынка, тут цены в теории должны вырастать не так сильно Но на вторичку нет льготной программы ипотеки под 7% А коммерческие займы сейчас дорогие В данный момент казанские риэлторы затрудняются сказать, что выгоднее покупать Первичку или вторичку Все нужно рассчитывать индивидуально Нужно учесть обязательный момент, не находитесь ли вы в зоне риска по потере работы Обязательно учесть момент, какое у вас соотношение наличных и кредитных средств По какой ставке вы хотите выходить на сделку Нужна определенная стратегия под каждого Как говорят в Минструе республики, сейчас там вместе с застройщиками решают, как выйти из этой ситуации Все предложения проанализируют и обсудят с руководством республики В целом же планы на строительство в Тарстане грандиозные Недаром республика занимает первое место постройки среди регионов Поволжья И даже несмотря на экономическую ситуацию в стране В планах возвести 2 миллиона 750 тысяч квадратных метров жилья Половиной из них будет индивидуальное строительство Где-то какие-то новые стройки заморозят, мы этот год еще вытянем Но если вот эта ситуация будет такая непонятная Я думаю, более, наверное, отразится на 23-м году 23-й год у нас тоже показатель очень такой большой, так скажем Почти что до 800 Прогнозы по развитию отрасли глава Минстроя делает осторожно Поставщики стройматериалов уже заявили о повышении цен на 30-40% Однако Марат Айзатуллин отметил В Татарстане совместно с Федеральной антимонопольной службой Будут тщательно изучать обоснованность повышения цен на стройматериалы У нас есть еще и, так скажем, поставщики, которые сегодня пользуются этим моментом Мы сегодня с ними отрабатываем, готовим такой некий список Потом будем дальше отрабатываться уже здесь с ФАСами, с ними Есть случаи просто, где наши подрядчики Уже 100% оплаченный материал, который сегодня находится на складах поставщиков Просто его не отдают, просят накинуть еще 30% Но это не совсем правильно Что же касается капремонта, то пока все по-прежнему В планах в этом году капитально отремонтировать 760 жилых домов Из них своего подрядчика уже нашли 405 многоэтажек А контракты по замене 89 лифтов уже заключены Как отметили в ведомстве, ремонт произведут во всех домах в полном объеме Даже при условии роста цен на стройматериалы, которые, по данным аналитиков, уже подорожали на 30% Помогут в этом и новые меры Если помнить, еще в августе, согласно постановлению российского правительства Власти предусмотрели увеличение финансирования госконтрактов до 30% Конечно, сначала подрядчикам придется напрячься и доказать обоснованность увеличения суммы сметы А уже потом они смогут получить заветные деньги Но не только растущие цены возмущали татарстанцев на этой неделе А еще и бесплатные катки на улицах республики Из-за перепадов температуры дворы, да и улицы покрылись наледью В некоторых случаях она достигает даже десятка сантиметров Проблема у нас, смотри, вон, ямы, такси, вон, люди падают, дети ходят Из-за перепадов температуры выпавший и невывезенный из дворов снег сначала растаял, а потом замерз В результате чего дороги в жилых кварталах превратились в Мидео Жильцам домов приходится ежедневно приходить на выручку друг другу То машину вытолкать, то поднять подскользнувшегося на тротуаре И даже врачи-травматологи уже отмечают небывалый для марта всплеск травм по причине падения на неубранных улицах Если для зимы это еще привычная картина, то вот весной такой наплыв пациентов большая редкость По словам травматологов число пациентов держится на высоком уровне, но их было чуть больше В самом начале января во время школьных каникул, а вот весь длинный сезон идет на рекорд Да, эта зима снежная, очень много таких ледяных бугров было, через которые пожилым людям очень трудно перебираться Этой зимой было, пожалуй, больше травм на уголю, чем прошлой зимой Но вот по словам властей, ответственных за уборку наледи, все меры соблюдаются За этот сезон уже использовано 36 тысяч тонн песка и почти 20 тонн реагентов Причем продлится обработка улиц реагентами до середины апреля, официального времени завершения зимнего сезона И заказчиком работы у них выступают районы администрации, поэтому при наличии замечаний Мы рекомендуем жителям обращаться на горячие линии района Уровые территории, их содержанием занимаются управляющие компании, ТСЖ, ну и организации ответственные за это Город здесь уже мало что может сделать Кстати, в Санкт-Петербурге, например, городская прокуратура вообще организовала проверку жилищников После десятков обращений от жителей о получении травм при падении на гололюде В ведомстве оценят соблюдение норм законодательства при обработке тротуаров и дорог с учетом нестабильных погодных условий Да и коронавирус еще пока существует, даже несмотря на то, что уже вышел из привычной нам новостной повестки Ежедневно в сутки фиксируется все меньше и меньше заболевших, около 700 случаев в день А с начала марта заболеваемость вообще упала почти на 30% И почти во всех случаях это омикронно, а болезнь протекает в форме ОРВИ И это еще раз говорит о том, что данный штамм все больше приближается к сезонным заболеваниям, к сезонным инфекциям Из группы острых вирусных респираторных инфекций Именно поэтому в Татарстане на неделе вновь смягчили ковидные ограничения Теперь гражданам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания не требуется находиться на самоизоляции дома Отныне это лишь рекомендация Кроме того, отменено обязательное требование о переводе возрастных сотрудников, не переваливших коронавирусом и не привитых на дистанционку А в кинотеатрах, цирках, театрах и концертных залах в нос разрешена полная стопроцентная посадка И если ковид потихоньку сходит на нет и все меньше зверствует, то вот по гриппу таких прогнозов пока нет С прошлой осени в республике выявили 847 случаев гриппа Колоссальная цифра, учитывая, что в 2020-м вообще не было ни одного заболевшего А по сравнению с допандемийным 2019-м двукратный рост заболеваемости В подавляющем большинстве грипп типа А Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах Это была программа Дайджест Новости, это Татарстан в цифрах Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok